В настоящее время мы узнаем данные по экономике Австралии. Как же обстоят дела в стране южного полушария? Со мной на линии главный рыночный аналитик VG Markets Крис Вестон для обсуждения этого вопроса. Вчера были оглашены результаты заседания Центробанка Австралии. Согласно заявлениям управляющего Глана Стивенса, вероятно сокращение процентной ставки, но не обязательно, что признаки замедления экономики к этому приведут. Что же ждет РБА? Что может заставить Центробанк действовать? Австралия вскоре столкнется с падением CapEx. Некоторые компании в Австралии сокращают свои объемы, это уже отобразилось на показатели CapEx второго квартала. В дальнейшем ситуация будет только ухудшаться. Сегодня был оглашен показатель CPI. Он должен был заставить РБА проанализировать и, возможно, пересмотреть свою политику, но основополагающие данные говорят о правильном направлении политики. РБА пока все устраивает. Глэн Стивенс об этом сегодня заявил. Рынки единодушны в том, что нужно включить в цену будущее сокращение ставки РБА. К концу года 69% вероятности сокращения. Центробанк теперь будет ждать показателей третьего квартала. Если будет приниматься решение о сокращении, то это, скорее всего, произойдет на заседании в сентябре. То, что рынки сейчас включают в цену, кажется довольно оправданным. Люди были довольно обеспокоены происходящим в Канаде и в Новой Зеландии. Центробанки этих стран уже принялись за сокращение ставки. В Новой Зеландии ставки будут сокращены уже завтра на 25 базисных пунктов. Центробанк Австралии также должен смягчить политику, чтобы поддержать потребительскую уверенность, которая в данный момент сокращается, так же, как и уверенность бизнес-сектора. Эти показатели теперь станут главными ориентирами. Сегодня был оглашен показатель CPI. Индекс не оправдал прогнозы второго квартала. Но, как вы и сказали, никто на них особо не обратил внимания. Но отреагировали ли рынки? Да, наблюдалось некоторые распродажи. РБА наблюдал за усечением среднего показателя. Но в целом индекс остался в нужном диапазоне, что, несомненно, обнадежило РБА. Выступление Глана Стивенса сегодня совершенно ясно дало понять, что сокращение процентной ставки находится на повестке дня. Я думаю, что для Центробанка это послужит механизмом ослабления ОЗИ в будущем. В отличие от РБНЗ и Банка Канады, РБА использует сокращение ставки для целевого ослабления валюты, к которому он так стремится. РБА полностью доволен сложившейся ситуацией. Если придется действовать, Центробанк к этому готов. Уровень инфляции 2,2% ниже целевого, но в целом он удовлетворителен. Об этом Центробанк сообщил ранее в этом году. Центробанк уверенно себя чувствует, поскольку располагает еще 200 базисными пунктами, с которыми еще можно провести манипуляции, если потребуется. Также РБА может прибегнуть к некоторым макропротенциальным мерам. Да, Глену Стивенсу пока все нравится, но не может всегда все идти гладко. Есть ли потенциальные риски, которые РБА стоит учесть? Данные по капитальным расходам и показатель Кэпэкс. Мы наблюдаем минимальные пересмотры этого показателя как в секторе услуг, так и в горнодобывающем секторе. Хотя в секторе услуг наблюдается сокращение. Мы все знаем, чтобы у горнодобывающего сектора завершился. Торговля железной рудой и углем также оставляет желать лучшего. Теперь сектор услуг не в очень удовлетворительном состоянии. Нет тех расходов в бизнес-секторе, на которое надеялся Центробанк. Никто не знает, на какие уровни расходов Центробанк надеялся, но с 2011 года РБА уже 11 раз сокращал процентную ставку. Сейчас потребительская уверенность еще ниже, чем когда сокращение ставок только началось. Индекс не реагирует на монетарную политику, как это предполагалось. Таким образом, Центробанк будет следить за показателем Кэпэкс, потребительской уверенностью и уровнем инфляции. Если реакции этих индексов так и не будет, РБА придется еще раз перебегнуть к сокращению ставки. Дорогие зрители, наш выпуск подошел к концу. За новостями мировых рынков следите с Тукаскопи ТВ.